Ну что, мои хорошие девчонки и мальчишки, у нас вечереет. И сегодня будет такое видео по сплетниче. Пообсуждаем парижанок, француженок. Итак, плейлист «Секреты парижанки». Тема такая у нас с вами. Домашняя или домашняя одежда. Вот у мужа сегодня прихватила такую рубашку, фланелевую клетку. Тренды. Сейчас, так что говорю, делись. Написала целый пост в Инстаграме. Мы заходите, будем дружить. И решила с вами поговорить, пообсуждать парижанок. Многим нравится эта рубрика. И давайте вот все-таки, наверное, о том, если на самом деле посмотреть, какая она современная парижанка сегодня. Вот что ее отличает от нас, от русских женщин и вообще от других женщин, каких бы то ни было. Есть такое вот слово, глубокое, ключевое слово для русской души. Наверное, если вот дать определение, то это глубина. Глубина русской души. Душа нараспашку, глубокая. И это на самом деле так. То если описывать француженку, французскую душу, то, скорее всего, я, наверное, назову это легкостью. И вот эта легкость, она присутствует во всем. Во внешности, во образе жизни, в том, как они реагируют на ту или другую ситуацию. Парижанки, француженки, они вообще, в отличие от нас, русских, наверное, женщин, они не хотят быть совершенными. Мы стремимся быть хорошо, ну, вот если начинать просто с банальной внешности, выглядеть хорошо, да, идеально. Многие, вот сейчас смотрю блогеров, интересно, вот вроде девочка дома, да, сидит, вроде не работает, или там такие у ней работа, ну, там поработала, здесь поработала, возможно, такая фриланс. Но все равно рассказывает о ботоксе, ставит ботокс, то есть заботится о своей красоте, о своем совершенстве. Мы хотим быть совершенными. Лицо, наряды наши, отношения, воспитание детей, ну, согласитесь или нет, француженки, они не хотят быть совершенными, они хотят быть самими собой. Я вот всегда вспоминаю интервью, данное ВОК Пари, Жанна Дамас. Она сказала, что нас, француженок, вот от всех, от славянок отличает не красота, а то, что мы легкие, мы естественные, и нам не нужна вот эта идеальность во всем. Для нас эта идеальность, она, как бы, наверное, граничит не то, что с вульгарностью, может быть, не с вульгарностью, но с какой-то неестественностью, да. И если вот мы сегодня посмотрим на парижанку, какая она, она в основном вот такая, если она, вообще это во Франции такой суп, бульон, как хотите, салат из различных рас. И уже выделить, парижанка она или нет, очень сложно. Но если вот такую пюрсуш, то есть коренную парижанку, то в возрасте под 40 лет, молодую, то она будет достаточно стройная, это у ней в генах. Да, если нет вот смеси различных рас, она постоянно куда-то бежит, очень быстро, такая поджарая лошадка. Она очень часто, парижанки очень часто курят, достаточно много курят, и они не стесняются, они могут вот курить везде. Да, сейчас кое-какие запреты, но все равно можно ее видеть на террасе, она курит, бокал вина, ей-то нравится, она расслабленная. И такое ощущение, когда мы посмотрим на нее, вот все критикуют, даже я, когда рассказываю стиль à la Parisienne, парижский стиль, французский стиль, стиль парижанки, что нет никакого стиля. И на самом деле, если вы посмотрите, не приглядываясь, такое ощущение, что она натянула на себя первое, что попалось. Но при этом, если вы будете ее вот сидеть рядом в кафе и так потихоньку рассматривать, как она себя ведет, как она одета, вы увидите, что не все так просто, не просто она на себя натянула, ну, она хочет выглядеть, как будто она просто на себя что-то натянула, первое попавшееся. Очень часто мы видим их в спортивной, мы видим парижанок, француженок в спортивной обуви, я вам уже это рассказывала. Кроссовки, конверсы, что-то такое спортивное, очень много таких брютальных мужских ботинок, вот такое ощущение, что она у своего бойфренда, брата, просто-напросто одолжила ботиночки. И вот джинсики, рубашка, ботиночки, кардиган какой-то, жилет вязаная, что-то. И вот это смотрится, она смотрится еще более хрупкой. Вот это как с оверсайз, говорят, что он не идет, что он полнит, что он делает нас больше. А многие утверждают, что в таких вот широких одеждах женщина смотрится еще более хрупко. Здесь уже сочетание, если у тебя сверху там какой-то оверсайз пуховик, то надень обувь более классическую на каблучке и так далее. И если ты здесь, а джинсики какие-то они носят, и слим, и так далее, и брутальные такие ботинки, ты кажешься еще меньше, более такой тонкой, звонкой и прозрачной, и загадочной, самое главное. И вот они на этих, ну в то же время, если вы посмотрите на велосипедах, на мопедах, на скутерах, они часто можно увидеть по-французски на каблуке. Это как итальянки, да, вот итальянки тоже очень часто в Италии, я просто обожаю их фотографировать, когда они на велосипедах и с сумками, какими-то люксы, люкс-бренды, и на каблучках и в платьях. Это просто, просто шикарно смотрится. Француженка, парижанка, она имеет такое, знаете, как это, они говорят, что она ворчлива, что она такая сноб, сноб, то есть постоянно ворчит чем-то, недовольна, но это тоже часть такого ее имиджа. Знаете, они могут сесть между собой, подружки, вот если нужно, вот, например, если вы договорились пойти пошупиться, они любят пойти пошупиться, но больше они любят, вот если нужно выбирать, сесть на террасе, подружки 2-3 и поболтать, покурить, венцо, пообсуждать мужчин, и очень часто это заканчивается, что позаигрывать, прям, да, заигрывать с мужчинами, здесь же оказываются с ними мужчины. Вот такая флир, такая свобода, пообсуждали, пофлиртовали, выпили, они живут, вот, на самом деле, здесь и сейчас, и наслаждаются этой жизнью. Очень часто француженки могут просто сидеть одиноко, пить бокал вина, что-то там смотреть в своем айфоне, ноутбуке, могут просто на скамеечке читать книжку, вот такое тоже одиночество, и ты думаешь, или в Люксембургском саду сидеть, вот, на этих стульчиках, и думаешь, на самом деле, ну, вот, неужели она одна, или вышла, или просто вот так вот сидит, наверное, ждет кого-то, или надеется, что к ней кто-то подойдет, возможно, и надеется, но вот она любит провести такой момент, вот, чисто по-французски. Как недавно я читала в книге, которую вам показывала, Жанна Дамас ее написала, и еще 20 женщин о городе огней, что самый любимый момент француженки, она чувствовала себя француженкой, возвращаясь вот именно одна в такси, когда мелькает город, или на террасе с бокалом вина, ну, чисто так по-французски. То есть это немножко как игра, но в то же время это завораживает, и это становится их образом, правильно сказала, их образом жизни. Многие считают, что француженки, парижанки, вот они жадные, но я не скажу, что они жадные, нет, просто это тоже воспитание, это то, что у них внутри, наверное, в венах, да. Если француженка приглашает тебя на обед, то она тебя приглашает на обед, и все зависит от статуса парижанки, француженки. Здесь может быть и шикарно накрытый ужин, и обед. Если она тебя приглашает на аперитив, здесь может быть три орешка, чипсы и так далее. Если она тебя просто пригласила в гости, то, скорее всего, она даже тебе предлагать ничего не будет. Или если она придет к тебе, от этого накрыла стол, то для нее это будет просто удивлением, потому что она подумала или пообедала заранее, принесла с собой какой-нибудь сэндвич или еще что-то, понимаете? То есть нету у них каких-то ожиданий, претензий, не принесла подарок, не накормила. Вот такой нету, наверное, замороченности, как у нас иногда бывает. Удем в гости, нужен букет, подарок и так далее. Открытку подписать, два тортика купить и еще что-то, или привезти откуда-то что-то. Она прежде всего думает о себе, а не о ком-то. И это здорово. Она сконцентрирована и сфокусирована на себе. Многие, наверное, посчитают это эгоизмом. Многие скажут, что так и нужно. Вот что вы думаете на самом деле? Как вы думаете, хорошо это или эгоизм, по-вашему? Вот во Франции есть такое выражение, «дабур moi», сначала я. То есть сначала я, а потом все остальные. Я раньше думала, ну, как-то по-эгоистически звучит эгоизм. Но потом я посняла, если ты не будешь в первую очередь уделять внимание себе, ты не сможешь уделить и подарить внимание, любовь, ласку всем остальным. Не любя себя, ты не полюбишь никого. Ты будешь отдавать всю себя, опустошать себя, и внутри тебя зарождается недовольство. Потому что каждый человек, даря, он ждет. А если ты даришь, 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 а себе в ответ ничего, и тебе в ответ, скорее всего, ничего, потому что вот такие жертвы, они присущи нашим женщинам, и в ответ ничего, и в конце концов разводы, недовольство и так далее. А здесь уже как-то, как-то никто ничего, никого, ни от кого не ждет. Они не отдают себя без остатка, вот что с такой безумной, страстной русской душой, как у нас. Любить так любить. И позвонить, и написать, и 20 раз в день, и купить подарки, и все там. Ну, здесь, во Франции, все намного проще. Интимные отношения, это вообще другая тема. Для них это вполне нормально. Флирты, знакомства, которые вообще ни к чему не ведут, а просто к удовольствию, к здоровому, так сказать, сексу, который будет поддерживать твое здоровье, твой моральный баланс. В общем, я считаю, что это и есть европейская ментальность, менталитет. Конечно, француженка, как и многие, она может влюбиться и сильно, и страстно. Она может переживать, она может обсуждать, она может болеть под депрессией. На самом деле, очень много в стране депрессивных, очень много французов на антидепрессантах. Депрессантах. Это одна из депрессивных наций. Почему? Ну, наверное, это другая тема. Нужно задаваться вопросом, почему. Возможно, вот из-за такой легкости, и возможно, потому что им так хочется. Я даже не знаю, почему я не задавалась вопросом, но знаю, что многие соседки, и постоянно вот после развода, как только, наверное, это все-таки зависит от врачей еще. Как вот после развода моя свекровь пошла к медику, и сразу ей, ну, вот тебе антидепрессанты, что-то там нехорошо на работе, вот тебе антидепрессанты. Кто-то пьет, кто-то не пьет, кто-то страшно подсаживается на них, и потом просто как с иглы не может с них. В общем, вот так бывает, но они принимают себя такими, какие они есть целиком и полностью, вы знаете. И если кому-то что-то не нравится, то это его проблемы. Не знаю, ну, не накрашенная, да, сегодня. И морщины у меня, и круги под глазами. Ну, значит, я что-то там всю ночь делала, да, или размышляла, или еще что-то рисовала, или я вообще такой вот артист, да. В этом есть что-то такое завораживающее. Есть что-то такое, вот на самом деле, что хочется разгадать, какая-то загадка. И многие это критикуют очень. Многие, они этого не понимают и воспринимают все это за какую-то неухоженность. И, наверное, за какую-то лень. Но видение женской красоты во Франции, оно очень сильно отличается. Вы знаете, есть такое выражение, чтобы тебя посчитали привлекательной, во Франции иногда достаточно быть просто женщиной. И я считаю, что это шикарно, когда тебя принимают такой, какая ты есть. И очень часто, вот у меня муж, например, я вам уже рассказывала не раз, он иногда просто просит меня не наносить макияж. Ему нравится натуральность. Ему нравится, наверное, когда он чувствует, что это, не знаю, что он там чувствует, говорит, ну, иногда я, даже не то, что вот просит, он меня не просит, но иногда я говорю, говорю, вот пойдем гулять, а я, наверное, краситься не буду, не хочется мне сегодня. Он говорит, конечно, конечно, ты так мне больше нравишься, ты так лучше выглядишь. Ну, наверное, на самом деле, мужчинам нравится чистая кожа, без какой-то раскраски. Напишите, мужчины, когда вы меня смотрите. И, наверное, такая вот чисто наша русская бледность, возможно, кожи. И вот когда вы посмотрите на подиумах модели, они очень часто выглядят такими уставшими, немножко зомби, но в этом есть какая-то притягательность, да, когда они такие вот худые, ненакрашенные, в этом что-то есть. В общем, француженки и парижанки, у них есть свой стиль, своя история, свои мифы. И если вам хочется побольше таких видео, то обязательно мне напишите. Мы с вами вот так вот поболтаем в таких фланелевых рубашках или шалях. Жаль, что у меня нет шалей от бабушки. Ну, в общем, это уже другая тема. Я вас всех целую и обнимаю. И встретимся в следующем видео «Секреты парижанки». Пока!